Отрадная новость Миндрав предупреждает, что пик эпидемии гриппа в России пройден. На грядущую неделю ожидается дальнейшее снижение. H1N1 отступил, но им успели переболеть почти 3 миллиона россиян. Более 100 скончались от осложнений. На пике эпидемии закрывались почти 9 тысяч школ и полторы тысячи детсадов по стране. То есть пока можно вздохнуть с облегчением. Именно пока, потому что вирусологи успокаивать не собираются. Новый вирус ЗИКа вызвал уже целую эпидемию лихорадки в Латинской Америке. Только в Колумбии из 25 тысяч заболевших более 3 тысяч беременных женщин. Болезнь легионеров, до сих пор считавшаяся болезнью нечищенных кондиционеров, теперь передается от человека к человеку. И для вирусологов и это открытие стало шоком недели. То есть люди изобретают лекарства и на это уходят годы. А вирусы изобретают пути, как эти лекарства обойти. И это вечная битва. Моя коллега Екатерина Кибальевича отправилась в лабораторию, где попыталась у специалистов найти ответ, как спастись от новых и старых болезней. Спрей от комаров стоит 30 бразильских реалов. Это всего 7 долларов в неделю. Но для уборщицы из Бразилии неподъемная сумма. Ведь на 30 реалов мы могли бы купить кучу всего. Дочь этой женщины уже была беременна, когда в Бразилии объявили о повышенной угрозе вируса Зика. Вирус переносится комарами, проходит как обычная лихорадка, иногда вовсе без симптомов. Но опасен для беременных женщин. Всего за один день я увидела сразу трех пациентов с микроцефалией. В этом есть что-то странное. И вдруг я поняла. Их матери перенесли вирус Зика. Доктор Ванесса была первой, кто выявил связь между болезнью детей и матерей. Похожим действием обладает вирус Шмаленберга, вспышка которого была недавно в Англии. Они впервые столкнулись с этим вирусом. Сначала у них удойность крупного рогатого скота резко пошла вниз. Малышное животноводство пострадало экономически. А потом стали рождаться телята и ягнята с деформациями черепа. По этим ужасным кадрам можно понять, что ждет беременных женщин, которые успели заразиться вирусом Зика. Теперь в католической Бразилии массово требуют разрешить аборты. Ведь заболевших полмиллиона человек. И Зика уже на разных континентах, в том числе в Европе. Я сейчас заявляю, что последние случаи микроцефалии и других неврологических нарушений создают угрозы, имеющие международное значение. Генеральный директор ВОЗ объявила мировую тревогу. Но от болезни, которая угрожает человечеству, пока нет ни лекарств, ни вакцины. У нас сначала человечество было гибло от бактериальных инфекций. Потом с бактериальными научили бороться разными способами. И им на смену приходят вирусы. Вирусы мы, это царство мы еще знаем не очень хорошо. Британский таблоид выпустил скандальную статью, что вирус Зика хоть и родился в природе, но якобы выпущен из лаборатории. Вызвана ли вспышка вируса Зика выпуском генетически модифицированных москитов в Бразилии? Это была разработка для борьбы с лихорадкой Денге, которую тоже переносили комары. Ученые британской компании Oxitec создали комаров-мутантов, которые не дают потомства и должны были, по идее, убить всю популяцию. Их выпускали как раз в Бразилии, по 3 миллиона особей в месяц. Насекомые были выращены специально, чтобы остановить распространение лихорадки Денге. Но теперь критики опасаются, что программа могла иметь смертельные последствия. Каждый раз, когда появляется новый опасный вирус, кто-то заявляет, что он создан человеком. Я могу вас заверить, это неправда. Даже если, например, террористы захотят распространить какой-то вирус, его не нужно создавать, можно взять в природе. Луис Энхуанос один из известнейших в мире вирусологов. Он сам создал несколько коронавирусов и вакцин против них. Образцы хранятся в лаборатории самого высокого уровня опасности. Только у нескольких человек есть доступ к лаборатории. Как вы видите, это дверь пневматическая. Когда мы проводим карточкой, давление в междверном шлюзе постепенно выравнивается. Сотрудник Центра биотехнологии проводит экскурсию и показывает, не то что комар, даже пылинка не вылетит из лаборатории. Другое дело, что охрана в центре как в научном учреждении, а не как на военном объекте. Формулы вирусов тем более не принято прятать. Наоборот, их публикуют в открытом доступе в рамках научного обмена. Все это знают. У всех есть доступ в интернет. Но чтобы создать вирус, необходимо сложное оборудование. Это не может быть сделано в гараже. Профессор Вайн Хабсон располагает самым передовым оборудованием. Но тем не менее сам отказывается от создания вирусов. По этическим причинам. Я никогда не работал над созданием вируса. Разумеется, ученые это делают в благих целях, чтобы больше знать. Но я отказываюсь. Я писал в своих статьях. Это граница, которую нельзя переходить. Природа — единственный гениальный создатель. Вирусы — это часть экологической системы. И если бы не было вирусов в мировом океане, то океан бы от одноклеточных организмов взацвел бы и превратился бы в неподходящий суп. А так вирусы являются регуляторами. С точки зрения природы, человек — это и есть неподходящий суп, который давно зацвел. Но в то же время природа не выпустит вирус, способный уничтожить все водоросли или все человечество. Ни один вирус не собирается убить своего хозяина подчистую. Они очень умные вирусы. Такие же, как и мы, а может, и умнее. Тем не менее, вирусы создают во всем мире. Сейчас сотни лабораторий, тысячи лабораторий в мире, которые могут синтезировать инфекционные вирусы. Сейчас это похоже на ребенка, который отверткой разобрал радиоприемник. То есть он может внести туда любое изменение, но практически любое изменение, которое он там внесет, приведет к поломке этого устройства. Пока все искусственные вирусы получаются слабыми и неживучими в природе. Ключевое слово «пока», потому что ребенок с отверткой неутомим, ведь здесь крутятся колоссальные деньги. И полная победа над болезнями не входит в планы корпораций. Если вспомнить Карла Маркса, то бизнес идет на любые преступления, если прибыль превышает 300%. Многие вирусы выпущены из пробирки. Это не конспирология, это вообще-то реальность. Сказать, что есть строгие научные доказательства, конечно, этого нет. В истории с пандемией в Бразилии тоже нет доказательств. Сам вирус, тем более, был обнаружен в Африке еще полвека назад. Но интересно лишь одно невероятное совпадение. У рода тропических комаров Айдес есть 700 видов. Но основной разносчик вируса Зика сейчас один – Айдес айгипти. А если посмотреть отчеты о презентации комаров-мутантов британской компании, той самой, которая работала в Бразилии, мы увидим это же латинское название – Айдес айгипти. Совпадение 1 к 700. И тем удивительнее, что в прежних исследованиях вируса Зика ученые наблюдали другие виды комаров. И вот пару недель назад на сайте Oxitec появилось заявление, что компания строит новую лабораторию в Бразилии и знает, как побороть распространение Зики. Накануне Олимпиады бюджет на новую лабораторию, конечно, выделят. При этом у большинства беременных женщин в Латинской Америке сейчас нет денег даже на обычный спрей от насекомых. Мы отпугивали их огнем, и комары улетали. Но они же скоро вернутся. Екатерина Кибальчич, Надежда Каширская, Арсений Байбулов. Воскресное время.